Между двумя федеральными трассами в Читинском районе продолжается масштабная реконструкция подъезда от поселка Песчанка к автодороге Амур. Ремонтные работы ведет иркутская подрядная организация. Сколько километров уже отмерено дорожной техникой в этом году и всегда ли гладко ложится основание для будущей дороги, узнавала Любовь Хорошего. Километр за километром через лесные заросли и болота. Участок дороги протяженностью всего 9 километров оказался в десятки раз сложнее ремонта более крупных дорожных объектов края. Построенная еще в советские времена дорога не обслуживалась и постепенно пришла в полную негодность. Обочины обросли деревьями, асфальт провалился. Это те самые известные всем автомобилистам провалы, которые ежегодно пытались засыпать и пригладить грейдером местные дорожные службы. В этих местах проходят грунтовые воды, поскольку те трубы, которые были спроектированы, они все оказались заилины, то есть они не действующие. За все время существования дороги произошло перенасыщение дороги влагой. Ну и все это в совокупности давало провалы. Выявить провальные участки – забота геофизиков. Производится замена переувлажненных участков скальным грунтом, укладываются новые водно-пропускные трубы. Реконструкция подъезда идет уже второй год. Этим летом дорожники добрались практически до самого поста ДПС на трассе Чита-Хабаровск. Здесь под напором бульдозера скрываются последние километры дороги. Старый асфальт пойдет на переработку, а будущим летом ляжет в основу нового дорожного полотна. На данном участке дороги у нас происходит замена скрытия асфальтного покрытия, замена земполотна. Проблемные участки – то, что вот сейчас под асфальтом всего лишь 30 сантиметров нормального грунта, а потом уже идет болото. И вот это все надо менять. Это лишние затраты, лишнее время. Сейчас почти полностью готовы полосы отвода, и на 7 километрах дороги уложено земляное полотно. В осенне-зимний период здесь планируется послойная отсыпка дорожного полотна специальными материалами. Это позволит предотвратить таяние вечной мерзлоты и образование грунтовых потоков. По срокам пока идем нормально, говорят дорожники, несмотря на определенные трудности. Работу дорожной техники осложняют не только капризы природы и особенности грунта. Движение автотранспорта здесь не прекращается ни днем, ни ночью. Хотя официально этот участок дороги закрыт как минимум до сентября будущего года. Именно на эти сроки намечена сдача объекта. Общая стоимость реконструкции – почти 600 миллионов рублей. Проект разбили на три года с учетом постепенного освоения денежных средств. Освоить за один год – это практически нереально. Необходимо, чтобы дорожное полотно, основание отстояло какой-то период, чтобы не было больше тех явлений, которые присутствовали на дороге до реконструкции. Она фактически строится заново. Дорожникам пришлось с помощью взрывчатки убирать опасный поворот. Позже голые склоны будут рекультивированы почворастительным слоем, как, впрочем, и на всем протяжении новой магистрали. Основные работы по укладке подушки и асфальтового покрытия намечены на будущий год. Любовь Хорошева, Олег Сукач, Вести ЧТА.